Молодые ученые Казанского федерального университета не прессуют покорять новые вершины, открывать все новые и новые методы работы в той области, что им не чуждо. Младший научный сотрудник НИЛ «Космическая навигация» и планетные исследования стратегической академической единицы «Астровызов» Казанского федерального университета Алексей Андреев разработал новый метод изучения поверхности Земли и других небесных тел с помощью фрактального анализа. Этот метод мы уже пробировали на Луне, на Марсе, на Венере и получили хорошие результаты. А в этот раз удалось произвести анализ земельных моделей. Определили фрактальные размерности, они находились в хорошем соответствии друг с другом, что позволило нам сделать вывод о том, что модели топографические, по крайней мере, у планет земной группы, и подобные. Результаты исследований молодого ученого в многом полезны такой новой отрасли науки под названием сравнительная планетология, которая в свою очередь изучает общность и различия в происхождении и развитии планет. Особенность, во-первых, заключается в том, что мы использовали те данные, которые до нас особенно никто не использовал. То есть это те данные, которые были получены радиометром, который называется АСТР. Это тот прибор, который установлен на космическом аппарате ТЕР, запущенном НАСА в 1999 году. Вот он собирал данные в течение 18 лет, и мы их решили обработать. До нас таких исследований на основе этих данных никто не производил. Стоит отметить, что до этого молодой астроном КФУ стал лауреатом конкурса «Космос. Вгляд. Будущее», где представил проект разработки систем координатно-временного обеспечения для космических аппаратов в окололунном пространстве на условии лунного телескопа световых маяков на лунной поверхности и опорной селеноцентрической сети.